Все ощутимее вокруг голоса, не просто участников войны, но президентов, лидеров разных стран, таких как Китай, например, как Соединенные Штаты и так далее, стран Евросоюза, которые говорят о близком мире, о близком конце войны. Что вы думаете, когда закончится война, и будет ли для Украины справедливый долгосрочный мир? Мир Украине точно будет после победы, после развала Российской империи. Вот поверьте, пока Российская империя будет в составе империи, той, которая она сейчас есть, мира Украине не будет. Это не только Украина. Всем соседям России приготовиться, называют. От Финляндии до Аляски. Я не просто говорю Аляски. У россиян это до сих пор исходно русская территория. Павка в голове. Да, это никуда же от нее не денешься. И у казахов, и в Средней Азии там очень много проблем этих с россиянами. А вот самое интересное, как снять проблему у американцев, чтобы россияне не полезли на Аляску? Да, развалить Российскую империю. Создать условия, чтобы Российская империя развалилась и не стала бы субъекта, который бы вспомнил за Аляску когда-то российскую территорию. Ну, то есть, один из механизмов, кстати. Они же не хотят разваливать Россию. Ну, это кто не хотит? Не хотят те, которые вложились в Россию. Это ж надо разводить по этим самым, по направлениям. Те, кто вложился, это десятки миллиардов долларов в Россию, те и не хотят. И они будут там ложиться костьми, называется, для того, чтобы ее не развалить, потому что они эти десятки миллиардов просто потеряют. Вот это проблема большая. Все остальное – это просто домыслы. Везде здесь деньги на первом плане. Им надо тоже показать, что эти деньги, они никуда не денутся. После развала Российской империи, после выплаты 40 триллионов долларов украинцам по миллиону каждого. Помните, мы когда-то говорили? Вроде как смешно-смешно, а по ТСР, если хорошо доказать и протянуть это все через серьезные инстанции, 40 триллионов, если ляжет на российскую территорию, поверьте, лет на 40 эту территорию точно с нее никто никуда летать не будет. Не на чем будет летать. Только на метле это максимально. А то, что сейчас, то есть, вот только в этом случае настанет мир для Украины. Ну, если говорить о мире, как о долгосрочном, без военных действий. Пока Российская империя будет в том виде, в котором она есть, мира не будет. В каком-то ключе будут вспыхивать боевые действия, причем все больше и больше, с большей интенсивностью мы будем терять все больше и больше людей с каждым вот этим этапом. Потому нам такой мир, вот такой, как я сейчас нарисовал, он точно не нужен, потому что это не мир. Это краткосрочный отдых для российской экономики военной, для того, чтобы накопить на складах достаточное количество боеприпасов и больше ничего, произвести новые кинжалы, ну и так далее и тому подобное. Потому, может, но Россию подвигнуть к развалу, может, вот то, что мы с вами уже проговорили. Удар по Крыму, удар по Крыму, массированный нанесенный удар и бегство российской армии из Крыма, они же будут бежать. Вы представляете, какие-то будут кадры. Это просто будут эпические кадры бегства российской армии из Крыма на всех этих надувных плотах, матрасиках, на детских кругах. И, помните, мы говорили, брасом, кролем и по собачьи. Ну, вот примерно так. Вот это вот эпическое бегство российской армии из Крыма, оно приведет, ну, буквально к одномоментной начало движения, к распаду Российской империи. Северный Кавказ, ну, там несколько республик сразу отколятся, понимая, что король-то голый оказался. Ну, то есть, для Российской империи это будет удар, после которого она точно не поднимется, начнет разваливаться. Вот это, можно сказать, это может вообще в этом году произойти. Вот, такой вариант, он в этом году возможен. И нанесение удара по Крыму, начало вот этого движения может привести, действительно, не к миру в Украине, а к окончанию боевых действий, вот таких, которые сейчас ведутся. Российская армия, если побегит из Крыма, она же начнет уходить из сухопутного коридора, из Донбасса. Им без Крыма Донбасс и Запорожская Херсонская область не нужны. Они прекрасно понимают, особенно военные, что они прижаты, особенно в Запорожье, в Исочи, они прижаты к морю. Они оттуда будут бежать, так же, как русаки побегут из Крыма, они будут бежать из территории Украины. Потому вот в этом случае только возможен, ну, начало мира или как раз каких-то подготовки к мирным действиям. А то, что мы постоянно слышим о мире, допустим, от некоторых лидеров, здесь надо их разделить на две позиции. Одни лидеры, связанные с выборами в Соединенных Штатах. У них очень важно провести выборы, особенно когда Байден еще как-то баллотировался, он понимал, что он слишком в шаткое положение, ему надо было к выборам создать определенный ореол миротворца и показать, что он успокоил конфликты. Хотя бы успокоил и запустил какие-то мирные процессы. Не мир как таковой, но мирные процессы. Почему и вот эта часть политиков, ориентированных на демократическую партию в основном Соединенных Штатов, она постоянно и о мире мы от них слышим. Это как раз вот такой процесс. Но есть вторая. Вот здесь мало кто почему-то об этом говорит, хотя логика процесса лежит на поверхности. Вторая плеяда этих политиков – Орбан, Путин, Си Цзиньпинь, иногда Эрдоган там подсвечивает, там Папа Римский. Но вот особенно показателен Орбан. Вот если бы… Орбан – пророссийски настроенный политик, однозначно, тут без вариантов. Вот если бы Орбан четко понимал, что в этом году Украина капитулирует, Россия победит Украину, допустим, там разобьет и так далее, он что бы носился с какой-то идеей мира? Ну, смысл, сидел бы себе тихо и ждал бы, пока российские войска подойдут к границе к Венгрии, правильно? И там бы уже обнимался, и не Украина бы потом ему задвижки вставила в нефти. А уже договаривался с Лукойлом напрямую, там или с кем-то из путинских. То есть сидел бы тихо, а если он носится по миру и трындит, извините за выражение, о мирных переговорах, это истерика. Истерика Орбана, которая произрастает от истерики Путина. Это ему надо мир. Это ему надо, только не мир ему надо, что мы понимаем. Ему надо… Передышка, так точно. Почему? Потому что на складах у него впереди нулевые складки и остатки. Ему надо остановиться, переформатироваться, завести, вывести из боевого соприкосновения части потрепанные летние неудавшиеся компании, завести новые, как-то забазировать эту линию фронта. И здесь логика говорит о чем? О том, что, еще раз повторюсь, если бы у Путина не было бы проблем, он бы о мире даже не говорил, через Орбана. Но он не запускал бы он эту торпеду Орбановскую, чтобы он носился по всему миру. Это ж надо весь мир облететь с идеей мира для Путина. Ну, то есть, проблемы у Путина однозначные. И Орбан такой, я бы так сказал, светоч этих проблем, которые понесся по миру их размашки. Я вам напоследок, как летчику, полковнику, задам вопрос по профилю, по квалификации. Я уже пару раз в небо так смотрел, и надо мной на бешеной скорости кое-что пролетало. Скажите, F-16 уже в Украине? Ну, они точно были в Украине. Они не сидели, по крайней мере, заходили, и возможность это была и подтвержденная, знаете, чем? Не тем, что вы, допустим, видели, а некоторые механизмы, ракеты, которые использовались, ну, не могли использоваться нашими самолетами. Ну, вот поверьте, я тоже видел, как используются Хармы, как используются некоторые системы типа GLSDB. Ну, наши самолеты так просто не могут. Почему? Потому что у наших самолетов нет механизмов. Наши самолеты – это рогат. А раз работали, ну, значит, заходили. Может быть, не базировались, могли заходить там с Румынии, с Польши. Я сейчас навскидку говорю, да. Выполняли эти боевые задачи и уходили обратно. Ну, и поверьте, это логично, почему? Потому что летчики сами уже, ну, сами, это имеется, соло, летают уже с конца прошлого года. То есть тренировочные полеты, летный состав наш, уже начал производить с прошлого года к конца прошлого года. Да, это значит, ну, выполнить боевую задачу на предельно малых высотах, зайти, выполнить, отработать и уйти обратно. Это возможно теоретически, я еще раз говорю. То есть я не подтверждаю это ваше умозаключение, но теоретически это однозначно возможно, особенно исходя из применения, боевого применения, средств поражения, которые есть в видеоподтверждении в эфире. И специалисты, ну, четко разберется, как заходит ХАРМ с управлением или без управления. Ну, допустим, это раз. По Ф-16, ну, очень много сказано, очень. Все их ждут, я думаю, на 24 августа. Обозначатся, там, может, и Ф-16 обозначатся, или обозначат уже их появление в таком патриотическом порыве. Это правильно, то есть, ну, надо поднимать боевой дух украинцев, слишком мы его их заждали. Я уже сколько раз говорил, они где-то сейчас вошли в нашу галактику, ну, вот их где-то на подходе, примерно так. Вопрос Ф-16 их сбазировать. То есть одно дело, Ф-16 зашел в наше воздушное пространство, выполнил боевую задачу и дальше ушел в Румынию, ну, допустим. И другое дело, когда Ф-16 зашли и сели, допустим, там, в жулянах, ну, еще раз на вскидку говорю. И в жулянах забазировались, то есть дальше уже выполняют боевые задачи из жулян. Еще раз скажу, специально сказал на вскидку, в жулянах никто сидеть не будет, сами же понимаете, да? То есть вот это базирование Ф-16, я думаю, будет обозначено как базирование ближе к 24 августа. Ну, посмотрим, это просто мысли вслух, так сказать, почему исходя из уже готовности летного состава, технического состава, технического обеспечения, передачи некоторых средств поражения для этих Ф-16 уже сегодня подтвердили, по крайней мере, участие американцев в передаче некоторых средств поражения. Такой плеяды практически ракет, пусть не новых, я там Джазмал не увидел, но Хармы, GLSDB, те же Джедамы, АМ-9, АМ-120 Амраам, то есть как минимум полдесятка ракет, стационарных и авиационных бомб у нас с Ф-16 зайдут. Один самолет, если есть там пару минут, один самолет, я вот несколько раз рассказывал, но тоже для понимания процесса. Вот один Ф-16, он может сделать за смену 5 боевых вылетов, 5 смену, 2 смены летать может в сутки, то есть самолет может, летчик не может, один летчик летает в первую смену на одном самолете, а второй летчик летает во вторую смену на другом самолете. Самолет может поднять в воздух, ну, 6-7 ракет, 1, 5 вылетов в одну смену, 30-35 ракет, один самолет, это не мало, это авиационные бомбы, ракеты и так далее, один самолет, за две смены он поднимает в воздух, ну, до 70 ракет, за две смены, в один летный день, два летчика, один самолет, 70 ракет, в неделю один самолет может сделать 5 суток, то есть 5 летных дней в неделю, 4-5 летных дней, умножайте 70 на 5, вы получите цифру уже в 3 тысячи ракет, правильно? Да. Ну, то есть это только один самолет с двумя летчиками за неделю полета. Вопрос в том, что то количество самолетов, которые нам пообещали, я не знаю, возможно ли будет их обеспечить тем количеством ракет, которые они могли бы нести, потому от одного самолета, а это три сотни ракет в неделю, до, который может выполнять, может выполнять определенные задачи, дальнего поражения, по крайней мере, до бригады самолетов в этом году, ну, мы точно получим, потому все будет зависеть, правда, напрямую от передачи средств поражения, что самолет все-таки это платформа, а вот какие ракеты и какие авиационные бомбы нам передадут, вот от этого будет зависеть использование и эффективность работы F-16.